Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного! Номер 951. События дня. Серахов, 7.39. Во всех делах твоих помни о конце твоём, и вовек не согрешишь. За 24 июля 2018 года. Главное событие. Батюшка-отец таким был в Барнауле, там храм Антония Пещерского, отец Дионисий служит. У них престольный праздник, и он туда поехал, потому что они к нам приезжают в Барнауле. И в воскресенье, на вечернем богослужении, был владыка-метрополит Сергий Иванников, утром, в понедельник, сам престольный праздник. Всё это заснято было, мы отправили туда свой аппарат, видео, и Сергей Пупков должен был снять. Уже бабечка привёз, всё вчера оформили, название дал, отправляю теперь на загрузку. Так что посмотрите, какое богослужение было. И ночью сообщили уже, что отошла в вечность робот Анастасия Валерьевна, 42 года. Болела у ней, рак был, больше года жила без желудка, и дальше страдала, долго она, очень страдала. Ну вот, всё тут. Я детям всё сказал, тоже будет ролик стоять, что такое, и надо ли ехать домой, выберите всё сами, пойдите к батюшке, скажите, что я их не толкаю на это дело. Ну, они едут домой, я сказал весь день, сегодня собирайте ягоды. Ну, и сам помогал им, и ребятишек отдал, остальных тут, которые есть ещё трое, и Фроси с Нестором. Ну, набрали три ведра ягод, ну, не ведра, а котёлики называли, маленькие эти ведра, солуэдные. Малины набрали больше ведра, смородины белые и красные, крыжовника, юрги, ну, вот что тут могли набрать. Ну, больше ведра сахару дал, им отвезёте дома, и то, что брали клубнику в варенье, банку. Ну, вот так всё это сложилось. Даже сегодня, 25-го, в 8 выехать Андрею Истинов повезёт. Они недалеко от Барнаула, в штабке там, станция такая, на пути из Потеряевки. Договорились. Ну, а мы сами до этого набрали тоже два ведёрка болящим, отправить там с чёрной смородиной, ещё добавили. Что есть? Горох не поспел, помидоров никаких у нас нету, не поспели, нас самих подкармливают. Ну, как будто бы так вот, события-то нету. И вчера Господь спас нас от большой-большой неприятности. Каждый год из Катеринбурга, там где-то, примерно оттуда, приезжает Галендухин Владимир Юрьевич с ребятишками. Ну, я, старая же здесь усадьба-то, жили когда-то Калашниково, у них тут в огороде подвал. Хороший подвал был когда-то сделан, всё заброшено, заросло, и там огромная куча земли сверху. Ну, всё время детей предупреждаю не подходить к этому, а там малины как раз, чтобы не упасть там, а дальше, как заходить в подвал, всё это открыто. Пока мы там что-то делали, собирали ягоды, а собирали ягоды, ещё вишня была, я спросил, сказал, мало, ну, давай всю соберём, которая поспела-то. А он там в это время ходил с детьми и шагнул за малиной и упал в подвал бетона. Это высоко, ну, метра два. И ничего не сломал, и упал ногами вниз. Вот что главное-то. Ну, там ушиб, бок, целый день ничего нет такого признаков повреждения. Ангел просто на руках опустил. Там он, если он разбил бы себя, разбился, он высокий, там метр восемьдесят. А вот уже через неделю ему уезжать, 30 июля, с детьми, он руководитель. И как бы мы тут были с ним болящим и отправить? Ой-ой-ой, как вот на руках ангел его вынес. Целый день я всё это переживал, когда узнал. Молиться ангел-хранитель, да благодарим тебя, Господи Боже, ты спас его. И давайте заделаем это всё, закроем подвал. Ну, начали, так сказать, там кирпич принесли, шпала была, заложили, напилили. И получилось, думал, в другом месте быть, а именно здесь. Вот как все события связаны. Крушусь здесь, а сомнеть не дай, посмотрю вверх. Благодарю Господа. И гляжу, вдруг на крышу у меня голуби повылезли. Ну, обычно немножко там выйдет, там где десять полетает, облёт, потом другие. А здесь все. Первый раз за лето вижу такое, крышу облепили. А у меня желание такое всегда было, чтобы крышу деревянную иметь. В два слоя, как. И тогда на ней голуби сидят. А на шифере-то они не сидят, скользят. И мне это не нравится. Они по вакушке сидят. А я в Корчино учился, когда и там видел одного. Ну, дикие голуби, никого породистых не знал. Они всю крышу облепят, на солнышке лежат, крылья поднимают. Греются. Так, лежит голубь, крыльок вверх поднимет. Ну, как это сделать? Досок таких перекрывать не будешь. И поэтому... Ну, и нет. Чего же они вылетели-то? Интересно. Неужели погода? Смотрю, погода вроде нормальная. Обычно бывает, когда мелкий дождь, и голуби вылетают, и крылья по одному поднимают, чтобы под крыльями там насекомых вывести. Как купаются. Дай-ка я слажу, посмотрю. Все это связано с падением человека. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Залажу, а я утром все время залажу, даю и захотел, чтобы они все до конца съели. Не стал дополнительно подсыпать пшеницу. Захожу, а на доске, где рассыпаю, ничего нету. Я заглянул в тазик, нету. Там мелкие они не едят, такое-то воробьи едят. Там другие дополнительные у меня висят, чтобы мыши не залазили, нету. Вот это да. А парят малышей, им надо кормить их. Вот я бы днем-то не залез. Все еще рано утром, это когда бы, там что, и на ночь голодны были. Давай просить прощения у голубей. Голуби, простите, не рассчитал. Давай тазик, полтазика нагреб им. А много уходит. Много. Речь идет не о килограммах только. В прошлом году только подвесил 750 килограмм. А там было еще, ну, больше тонны, тонны полторы. Да ладно, воробаш Игорь староста дает. Отработка, иногда отработка. Что-то застряло, так он уже чистой пшеницы мне дает. Доброта и простота. Насыпал, как они налетели. Я стою, считаю, 30 насчитал больше их там. Их клюют, но постоял, отдохнул. Какие они хорошие голуби. Интересно, доска длинная, широкая, я на нее насыплю, чтобы они все сразу могли есть-то. И как бы на две группы разбиваются. У меня породистые. И чтобы они не болели вертлячкой, я запустил туда одна треть такие голуби. Дикари. Дикари, ну, интересно, дикари и с хохолком. Это что-то все-таки есть. Без хохолка почти нету. И вот какой-то там дикарек такой, и он половина доски вышибает их. Идет, одного за другим клюют, и все от него, а потом опять скорее туда. А с другой стороны белый большой голубь такой. А тот-то идет, не знает про этого, этот про этого не знает. Два ухаря. Он как по привычке-то, ткнуть его, а уже оба прошли по полдоски-то. А белый-то его как дал. Тот слетел с доски и сразу хороший, тихий, смиренный стал. Даже среди птиц, животных, везде бьются за первенство, за лидерство. И сразу раз, как будто его подменили. Опять зашел с того конца, где белого нету. И опять начал других клевать. Идет подряд, клюет всех. А они согнутся от него, заски соскочат, он пройдет дальше, следующего бить. А они тогда опять едят, а он не трогает. Я к чему говорю, что... Ну, как интересно там все даже наблюдать-то. Вот так. Вчера еще посмотрел фильм. До этого смотрели «Беги, мальчик, беги». Два раза посмотрел, выводы свои сделал. Мальчик в пижаме тоже посмотрел. Да кое-что не слышу, а Володя сидит, переводит. И вот оба проеврейских мальчиков. Один там немец был. Проник прямо в лагерь. И оказался в газовой камере. Ну и отец-то там у него такой большой начальник, полковник, видимо, начальник лагеря. И как они, мать ревели там, и все. Вот оно где. Ну, как говорят иные люди, карма постигла. Карма. То есть возмездие. Хорошие фильмы и хорошие. Как люди согрешают. Это главная роковая ошибка Гитлера. Притронулся к народу божьему избраннику. И уже не устоять никому. Никак. Нигде. Сталин скопытился, как Солженицын, Александр Исаевич пишет. Когда задумал евреев уничтожать, то тоже дело врачей, да и прочее. Я просто говорю о том, что так написано, прикасающийся, касается ока моего, говорит Господь. Благословляющих благословлю, а проклинающих народ мой, Авраамов, проклину. Так что, хочешь иметь благословение, первое благословение, благословляй народ Божий евреев. Доброе утро. Доброе утро. Ты пойди, наши поедет отец Аким, и там, да, тебе ведерко посылаем. Сама для себя только, смотри, там этажами газетка перекрыли, ягода от ягоды, разница какая. Там сорта четыре. Да, так, ты тебя там увидишь второе ведро, куда я направляю, и помочь, чтобы сама узнала туда относить. Второе ведерко нами подписано, а остальное дробо-то уезжает насовсем отсюда. И в простине с Нестером. Поняла? Второе ведро там, посмотри, Сергей там есть. Один раз съезди, узнай, где там живут, куда я посылаю. Второе тебе и туда. Обязательно. А, не написали ничего, да можно написать будет. Но ты сама съездись им, чтобы посмотреть. Потом. Там недалеко от центра города. Ну все пока. А ты уже сразу едешь к вам, по-моему, там? А, не знаю, нет, он должен сначала там отвезти, что я ему даю, и ты с ним бы съездила. Просто необходимо это. Его не будет, а ты будешь знать, где и что из себя запишешь там адрес. Я лишний раз ты его не пишу. Ну все, договорились. Это очень и очень важно для меня. С Богом. Вот так. С Боня. Ну, обещаем этот фильм-то посмотрели еще. И дети смотрят. Тоже сострадать учится. Ну, благословен день был. Вот Алексей Матюшин. У нас прихожане, многие ходят в брюках. Это Казахстан. Когда-то я написал объявление перед входом в церковь. Женщинам в брюках в церковь не входить. И еще во время литургии церковная лавка работать не будет. Вот такое. Мне сказали, что я распугаю всех прихожан. Я был старостой. Меня убрали. Евгений Трабко. Достойно можно помолиться со святыми. Упокоя рабу Божию Анастасию Дробот. Прими, Господи, Анастасию, царствие Твое. Аминь. Рустик. Мир вам, отец. Все терпимо, но в напряжении теперь убедился во взаимосвязи моего характера и бороды. Я очень вспыльчивый и ничего не могу поделать. Молюсь утром и вечером, но этого не хватает. Зарплату мою в этом месте урезали из-за того, что я своим обращением на сайт главы за курение в нарушение субординации в нашей больнице вызвал шквал негативных эмоций у главного врача. Ничего, протянул. Единственное, каждый месяц теперь кровь мне сдавать на наличие. А теперь уже надеюсь на отсутствие вируса гепатита С в моей крови. Так как я начал уже пить таблетки, которые подавляют его размножение. Шансы на излечение возрастли до 100%. Один этот анализ стоит 1600 рублей. Зарплату урезали на 2500 рублей. Осталось 5628 рублей на месяц. У нас в ДНР с московскими ценами. Смайл. Да. Ничего, мы с котом держим хвосты пистолетом. Все будет хорошо. Один раз живем и прожить нужно красиво. Стараюсь выделять нуждающимся бедным своими финансами. Благотворю помаленьку. Бога обкрадываю десятину. Не плачу уже второй и третий месяц. Из-за своего головотяпства и неумения распределить финансы накладок очень много. Считаю толкование Евангелия Блаженного Феофилакта Болгарского каждый день. Сегодня беда случилась. Наша санитарка уходит от нас. Так как совсем сильно начала терять зрение. Я за нее ходатайствовал еще зимой через канцелярию главы республики, чтобы ей сделали бесплатную операцию на глаза. Она уже седьмая в очереди, но толку-то. Хрусталиков мало очень, поэтому задержка возникла. Я убедился абсолютно, что ваши проповеди и работа во славу Господа являются благодатными. А молитвы, как те вообще сильнейшего священника моего, таких лествиц нет. Вот видите, как помещу, чтобы другому разному найти и проверить себя на этом. Думал в Италию махнуть на заработки. Священник мне нашел двоих женщин, которые имеют связи там и могут помочь мне. Она вообще говорила, что может быть появится место на одном заводе, где платят 2000 евро в месяц, но пока что глухо, как в танке. Удочки закинули, закинул, а дальше на все более божье. Я не знаю, как мне лучше и где мне лучше. Я возложил все свое упование на Бога, а там приму любой вариант. Единственное, могу сказать с полной уверенностью, Игнатий Тихонович, одному в одиночестве мне явно не лучше. Я очень устал, очень. То есть на женитьбу намекает. Помню, зимой смотрел ваш фильм «Пречувствие» и мечтал о возрождении православия в России. Даже не знаю, почему я бороду побрил. Но смею предположить, что гепатит достал уже все-таки стаж 10 лет. Еще бы 6 лет без лечения и можно было бы меня списывать. Множество симптомов он дал мне негативных. Таких, как раздражительность, злость, депрессия, усталость, апатия, потеря аппетита. Жжение глаз, нарушение сердечно-сосудистой деятельности. Да и духовно, и морально пресс огромный, плюс одиночество. Ладно, не буду давить на жалость, писал от души. Хотелось приехать к вам, а теперь не знаю, как получится. Ведь от меня мало что зависит. Все, Бог. Слава Богу. Очень жаль Анастасии Дробов. Да примет Господь ее душу в обители рая. Он говорит, хотел бы приехать. Нет, уже не приезжать. Все, время кончилось. А там видно будет, без разрешения никому нельзя приезжать. Тем более гепатит, у меня дети, это нельзя. Нельзя никак. Ну вот так. Рахиль. Ну вот, наконец-то, ваша книга ко мне вернулась. Батюшки не было. Я спросил у матушки. Говорит, батюшка и мне предлагал почитать, но я с детьми никак. Но просмотрела, там уже фотографии много. Матушка принесла. Слава Христу. Книга к истинному православию. Она была у нас тут и все получила. Арахиль. Царствие небесного. Насте. Соболезнию родным и общей. Да упокоит Господь душу ее. Сергей пишет. Упокой, Господи, рабу твою Анастасию и благослови ее детей жить во Христе. Аминь. Пишет. Мне всю ночь это снилось. В разных вариантах. Детей-то отправили домой. Дроботов я имею ввиду. Анастасия Зонова. Упокой, Господи, душу усопшей рабы своей Анастасии в райских обители. Сергей Горохов. Христос да упокоит свою рабу в селениях правильных. Александр Марьясов. Мир дома вашему. Царство небесной сестре Анастасии и вечная память. Игнатий Тихонович перевел в семье Анастасии дроби две тысячи рублей. Спаси, Христос. Я пишу. Во славу Божию. Юрий Соболев. Господи Иисусе Христе. Помилуй рабу Божию Анастасию и прости все согрешения вольные и невольные. Укрепи и утешь детей ее на пути Христовом в жизни сей. Галина Влеська. Благослови, Господь, молитву мою. Прими душу новопредставленной рабы твоей Анастасии. И по милости, и человеколюбие твоему грешным детям твоим. Прости все нераскаянные грехи и даруй Господи Царство Небесное, претерпевший до конца твоей Анастасии. Иди так ее в разуме и настави, сохрани, аллилуйя. Я детям наказываю, что отец бывает и пьет. И что, если трудно будет, к нам приходи, в первую очередь ко мне. За стенкой Надежды Василина. Туда и нафу, и в простенью. А у меня и Иван с Нестером. А там видно будет как. Галина Авлеевская пишет. Мир вашему дому. Благодарю за любовь, Игнатий Тихонович, за заботу. Многое смотрю и считаю. Вооружаемся и наставляемся словом. Молимся. Радуемся и за все благодарим Бога. Склоняем вы и свои перед всего его всемогуществом. Смотрю жизнь вашего с Владимиром Пащенко гостеприимством. Замечательные гостя. А кое-кто, кое-что уразумело смирение. Как это радует христианскую душу. Скучаю. Благодарю Бога за наши с вами со всеми знакомства, за дары книги «Титанический труд». Благослови Бог и работу книг на просвещение христиан православных. Сугубо подвигни на путь души спасения нас, овечек. Вот я себе помещаю, потому что можно было когда-то найти среду пастырей наших драгоценных православных. Аминь. Тружусь на работе и на огороде. Вот дальше прочитайте. С Богом, дорогой наш наставник Игнатий Тихонович, всем поклоны посылаю, всем своего ангела-хранителя, чтобы окутал вас своими нежными крылами, моей любви, каждого из вас окутал с нежными крылами. Вот это никак не принимается мною. Как мы знаем про ангела, чего там мы? Просто ангел-хранитель и все. И вот это зарядить, вы увидите, вот такое вот. А в России назвали регионы самыми тучными жителями. Вот сфотографировали, как нижнюю часть тела. Такое дело. Сколько это? Явно, что не физически на работе. И даже вот локти свисли здесь. Фастфуд пишет. Меньше жрать надо. Вот дальше прочитайте, диагностировали. Ожирение. Алтай держит рекорд. Ну вот, на сегодня все. Погналяю. Знаешь. Уширение.